Ну, а я прошу тогда подниматься на сцену участников первой секции. Мы построим ее таким образом, что у нас будет два блока. Сначала первая часть, давайте заменим таблички. Да, у нас есть удаленные участники, как я понимаю, они все подключились. Подключились. Тогда я прошу Алексея Рогдева, Евгения Морозова, Карена Казаряна, Евгения Кузьевича и Андрея Кузьмичева занять места согласно установленным табличкам. Пожалуйста. Так, Андрея ждем. Андрей, пожалуйста, тоже. Андрей Кузьмичев. Ну и первым у нас удаленный участник, представитель Айкен Патрик Джонс. Нам всем всегда очень интересно, какие новости в корпорации Айкен. Мы в этом году принимали участие в конференциях. И самое главное, что готовится большая делегация как со стороны России, так и со стороны Республики Эдуард. Вообще регистратура нашего региона, я так понимаю, активно планирует поехать в Стамбул. Для нас это удобно, логистически, близко. И мы очень надеемся на очную встречу в ближайшее время в рамках конференции Айкен в Стамбуле. Ну а сейчас, Патрик, пожалуйста, самые основные новости, которые сегодня происходят в корпорации Айкен. Я знаю, что и работа над стратегией идет в будущего периода. И NewGTLD, я так понимаю, вот-вот стартует второй раунд. Ждем новостей от вас. Здравствуйте, и большое спасибо за то, что пригласили меня выступить сегодня на конференции. Мне очень жаль, что я не могу присутствовать там лично, но мой коллега Миша, он с вами, он на месте. И, как Андрей правильно сказал, меня зовут Патрик Джонс, я отвечаю за Secondary Engagement в Айкен. И сегодня я показал презентацию, она состоит из четырех частей, и я имею в виду четырем основным темам, о которых хотелось поговорить. Мы сейчас разрабатываем стратегический план. В настоящее время стратегический план на 26-30 год готов к обсуждению. До 30 сентября можно подавать свои комментарии и замечания по этому тексту. Вы сочетаете, пожалуйста, здесь вы видите текущие стратегические цели высокого уровня, заложенные в этот проект стратегического плана на 26-30 год. Мы сократили их количество, вы заметили это в сравнении с такими стратегическими планами предыдущих лет. И сегодня таких целей высокого уровня всего четыре. Мы решили поступить таким образом, исходя из тех замечаний и предложений, которые нам уже поступали в прошлом, исходя из дискуссий, которые у нас состоялись в сообществе Айкен. И я также включил в свои слайды основные, о перечислении основных целей. О, прекрасно. Спасибо. Это в общем виде 10 основных стратегических целей и стратегического плана. Они доступны для комментариев, и мы хотели бы попросить все сообщества и всех заинтересованных лиц ознакомиться с документом и прислать обратную связь. У нас есть страница для комментариев, на которые вы можете изложить свое сопровождение. Давайте следующий слайд, потому что тут следующая тема, которую я хотела осветить. И это тема... Следующий слайд, пожалуйста. Следующий раунд программы новых GTLD. Здесь вы видите на слайде, что программа ставится с двух частей. Обе части будут открыты, будут запущены в ноябре этого года. И мы запускаем программу поддержки кандидатов на новые GTLD. У нас будет в следующий период. Времени для этого выделены будут еще отдельные программы оценки провайдеров услуг регистратор. И то и другое запускается 19 ноября. Айкен опубликовала специальный тулкит. Champions Toolkit называется на нашем сайте для того, чтобы продвигать следующий раунд программы новых GTLD. И для того, чтобы поддержать кандидатов в новых регионах. Мы проведем 1 и 2 октября два вебинара по программе оценки провайдеров услуг регистратор РАСПИ. И я предлагаю вам также зайти на newgtldprogram.ican.org и там прочитать все последние новости. Следующий слайд, пожалуйста. И еще страничку. А, ну вот, да, хорошо. Следующая тема, она касается... Еще следующий слайд, пожалуйста, можно? На следующую страницу провалиться. Да, это день универсального принятия 2025-25 марта 2025 года. Мы проведем Международный день универсального принятия. В рамках этой инициативы, с которой вы можете ознакомиться на UASG.tech, на этом сайте вы можете ознакомиться с информацией, и в рамках вот этой инициативы будут проведены региональные мероприятия. И, как Андрей уже сказал, следующий слайд, пожалуйста, следующая встреча ICANN пройдет в Стамбуле, в Турции. Да, с 9 по 14 ноября 2024 года мы встречаемся в Стамбуле, и, естественно, до начала официального мероприятия пленарной сессии будут рабочие встречи. Сейчас открыта регистрация, регистрация бесплатная, и мы приглашаем всех присутствовать на этих сессиях. Да, будут специальные встречи, посвященные сообществу ТЛД, и на этих встречах мы будем обсуждать технические идеи, сообщества ТЛД и так далее. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по четырем темам, которые я только что осветила, мой коллега Миша сможет лично на эти вопросы вам ответить. И, в случае, остаемся на связи, и, надеюсь, буквально через пару месяцев увидится со всеми вами в Стамбуле. Спасибо большое, и я передаю слово следующему докладчику. Спасибо большое, Патрик. Все темы, которые сейчас прозвучали, уже обсуждаются на нашей конференции. Могу сказать, что, конечно, UGTLD — это то, что интересует всех. В нашем регионе это еще интересует с точки зрения возможности вообще полноценного участия в связи с санкциями в банковском секторе. Это мы тоже будем отдельно обсуждать. И, конечно, до встречи в Стамбуле. Мы надеемся приехать и вот эти все вопросы позадавать непосредственно на общем собрании ICAN в ноябре. Но я передаю микрофон Алексею Рогзеву, генеральному директору технического центра интернет. Послушаем ваши последние новости. Спасибо большое. А сколько минут у нас? Не, ну, 3-5. То есть нужно успелиться. Спасибо большое, Беллауси. Спасибо Тилде Кону. На самом деле вчера был прекрасный вечер, сегодня было прекрасное утро. Уверен, что и все остальные конференции будут великолепными. Значит, я генераль директора компании технического центра интернет. Это технический бэкэнд для доменов РУ, РФ, СУ, Дети и Татары. В России есть такое понятие национальная доменная зона. В нее входят три домена, РУ, РФ и СУ. Значит, коротко о новостях расскажу. Первое, для нас очень важно было начать 7 лет назад, переделывать систему регистрации, потому что она была написана на программу освещения интерпрайз-класса, конечно же, но стоимость поддержки и будущее развитие этого ПО, оно было такое, ну, скажем так, непрозрачное. На сегодня мы завершили уже новую систему регистрации, мы подготовили уже план перехода на новое освещение, и этот план будет реализовываться в следующем году. У нас был, достаточно долго обсуждался проект по нормализации данных, в основном контактных данных администраторов, и в прошлом году, благодаря началу обсуждения использования для идентификации государственных услуг, в целом этот проект сдвинулся с места, там стало понятно, какие модели данных используются более правильно, и, в целом, как уже говорилось на прошлом, в целом государство смотрит в сторону регулирования доменной отрасли, в том числе и с точки зрения идентификации конечных администраторов через государственные услуги. Следующая важная новость – это то, что технический центр интернет становится субъектом критической инфраструктуры. Это накладывает достаточно серьезные ограничения на использование оборудования, на использование программных учреждений, на использование процессов разработки и подходов общей к разработке, и к защите инфраструктуры. На сегодня у нас уже выбрано техническое решение с точки зрения инфраструктуры, внедрены процессы безопасной разработки, которые рекомендируются отдельными намативными актами. Мы уже сейчас разрабатываем системы с использованием сертифицированного программных учреждений и реализовываем как раз-таки древние по защите информации в стеках ФСБ, отвечающие утренниям в стеках ФСБ. На самом деле категорирование произойдет примерно в марте следующего года, но можно смысл сказать, что это затронет не только технический интернет, но и всех, кто с нами взаимодействует, и координационный центр, и всех регистраторов. Значит, у нас есть один из наших проектов, называется «Система анализа безопасности интернет-узлов». Такой очень интересный проект, с точки зрения, что любой участник сети интернет может проанализировать свой домен по огромному списку атрибутов, и вот это практически хорошо развивается. У нас из последнего мы внедрили поддержку постквантовой криптографии. Она редка на сегодня, но на самом деле уже порядка 3% доменов глобально используют постквантовую криптографию. Более подробно вы на самом деле можете ознакомиться с нововведениями и с самим сервисом по ссылке, который будет в самом конце. Еще у нас есть центр сертификации, выдающий тело-сертификаты. У нас сегодня на четвертой секции будет отдельная презентация по этому поводу. Здесь я остановиться не буду, но скажу лишь о том, что одно из достижений, это то, что мы договорились с производителями отечественных и персональных систем российских о признании и доведении нашего форума. Спасибо большое. Постарался уложиться в отведенное время. Спасибо большое. Мы еще с представителями БТЦ встретимся неоднократно. Вы принимаете участие как докладчики, как эксперты. Следующий шпикер – это тоже партнер нашей конференции, на самом деле тоже, как мы говорим, один из трехкетов, на которых доменов глобально встроятся. Это MSK-AIX, Московский интернет-эксченч, Евгений Морозов, генеральный директор. Пожалуйста, Евгений, ваше новости. Евгений Морозов – это генеральный директор MSK-AIX. Коллеги, добрый день. Андрей меня уже представил. Евгений Морозов – это генеральный директор MSK-AIX. Пользуясь случаем, хочу поздравить с юбилеями точку ру, точку бай, и, по-моему, я вчера правильно услышал АЭМ еще, да, тоже, и Казахстан. То есть четыре юбилея, вот, которые мы отмечаем в этом году. Пользуясь случаем, поздравляю, да. MSK-AIX в этом году исполняется 29 лет, так что мы к своему юбилею будем готовиться в следующем году. Проект MSK-AIX продолжает развиваться как мультисервисная платформа в четырех направлениях. Первая платформа – это AIX, точка обмена трафиком. Вторая платформа – это DNS, геораспределенный глобальный DNS облака. Третья платформа – это медиалогистика, наземная доставка телесигналов. Четвертая платформа – Инстанет. Профессиональные телеком-сервисы. Если говорить про особенности и ключевой функционал точки обмена трафиком, то, безусловно, это ускорение доставки контента, уменьшение задержек. Но при этом есть еще одна ключевая роль, которая становится все более актуальной в последнее время. Это локализация контента. В этом, наверное, основной смысл и основная техническая задача, которая заложена в точку обмена трафиком. За последние два года мы наблюдаем изменение состава участников. Из-за того, что происходит достаточно бурное развитие цифровой экономики, мы наблюдаем подключение все большего количества государственных и корпоративных проектов к точке обмена трафиком. Если говорить про лето этого года, то мы наблюдаем значительный рост российского контента по сравнению с зарубежным. У этого, безусловно, есть различные причины, но, тем не менее, факт остается, внутри России происходит замещение западного контента российского. Так или иначе, все это приводит к росту трафика. Для нас это позитивная новость, и сейчас мы уже вплотную подходим к отметке по пиковому трафику в 6 терабит. В этом году мы обновили техническую платформу, и теперь на нашей сети доступны интерфейсы 400 гигабит. Таким образом, мы стали первой точкой обмена трафиком в России с доступными для клиентов интерфейсами 400 гигабит. Первый клиент уже подключен, полет нормальный, клиент доволен, трафик растет. МСКИКС управляет глобальным DNS-облаком, который использует КЦ и ТЦИ в нашей совместной среде. Таким образом, это облако используется администратором национальных доменов, администратором доменов верхнего уровня, также государственными и корпоративными заказчиками. Глобальное DNS-облако состоит из 22 узлов, которые размещены в 18 городах, при этом 9 городов находятся за пределами Российской Федерации. В данный момент мы ведем переговоры по размещению одного из узлов в Минске, и надеемся, что этот узел войдет в состав нашего геораспределенного DNS-облака, и станет его неотъемлемой частью. Если говорить про основную функцию, которую выполняет данная инфраструктура, то это опять же все та же локализация трафика, которую мы считаем очень важной и критичной. Роль локализации важна, и это глобально необходимо по всему миру, потому что на любой DNS-заброс должен ответить именно сервер, который находится ближе всего к пользователю, и это обеспечивает и скорость, и безопасность, и надежность. MSK-X является аккредитованным ICANN-ом поставщиком услуги Data Escrow. Это сервис резервного хранения доменных реестров. Данная услуга, на мой взгляд, также становится все более актуальна в последнее время, потому что все, что связано с резервированием, безопасностью и надежностью, стоит в приоритете в наши дни. Это касается и бизнеса, и государства, и, естественно, всех инфраструктур, которые отвечают за надежность работы глобального интернета. Коллеги, у меня на этом все. Я надеюсь, что тоже уложился во время. Коротко о главном. Передаю микрофон дальше. Спасибо. Жень, ну подожди. Все-таки вчера обсуждался вопрос, и хочется, чтобы, мне кажется, у других тоже участников нашей конференции этот вопрос так или иначе где-то разлучить. Хочется получить ответ. Как геополитические события повлияли на географическое распределение DNS-серверов? Влияние же все-таки случилось? На самом деле происходит следующая история. Безусловно, работать и организовывать глобальное распределение DNS-серверов стало сложнее. Но мы стараемся обеспечить то количество узлов, которые мы гарантировали. При этом мы, предвидя то, что ситуация лучше не становится, работаем над тем, чтобы увеличивать количество узлов для того, чтобы сохранить тот SLA, который есть у нас, который мы обеспечиваем и обеспечить ту доступность и глобальное покрытие, которое мы имеем на данный момент. Поэтому, да, безусловно, мы не можем говорить о том, что нет проблем. Проблемы есть. Есть проблемы и с оплатой, и с определенными взаимодействиями. Но так или иначе, все эти проблемы нам на данный момент удается решить. Надеюсь, что ответил. Спасибо. 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 Но я думаю, что будет возможность еще пообщаться на эту тему в рамках технологических наших секций. Следующий наш спикер, тоже информационный, правда, партнер конференции TILDICON 2024, ведущий аналитик, главный аналитик, на самом деле, оно цифровая экономика. Вот я, подводя Карену Казаряну скажу только, вот когда они регистрировали свой домен, как в воду глядели, оно цифровая экономика, да, и он был data economy.ru, а теперь программа цифровая экономика трансформирована уже решением правительства в программу экономика данных. Вот несколько слов об этом, но в рамках регламента сильно сокращать не надо, мы все идем по графику. Наша организация цифровая экономика была создана в 2018 году для координации работного национальной программы цифровой экономики для представления мнений и интересов бизнеса в ней. Эта программа заканчивается в 2024 году. Вчера во Владивостоке в Восточном форуме была представлена новый нацпроект экономика данных и цифровая трансформация государства. Мы, в свою очередь, с статей больших данных как-то так еще два года назад успели придумать такой первый российский дата-форум и провели его в этом году. И в этом году мы как раз постулировали какие-то основные принципы нашей работы на следующие шесть лет, которые вместе с, собственно говоря, внедрением нового нацпроекта мы планируем продвигать как в России, так и в дружественных нам странах. Это, во-первых, безусловно, стимулирование внедрения больших технологий и обработки данных. есть множество разных вопросов и барьеров, которые касаются и регулирования, и технического регулирования, и требуют совместной работы и с академическим сообществом, и с органами, отвечающими за дистрификацию за безопасность. Это, как мы считаем, основной наш путь это стимулирование государственно-частного партнерства, поскольку мы все чаще видим, что те проекты, которые требуют развития рынка данных и экономики данных, невозможно вытащить исключительно за государственные деньги или исключительно за частные, они требуют достаточно плотного сотрудничества между нами. Это стимулирование внедрения лучших практик в работе с данными. Мы запустили практик Лидер-Ф, где мы их модифицируем и собираем как практики. Сифровая трансформация практики внедрения искусственного интеллекта, практики внедрения работы с данными. Мы поддерживаем несколько треков по созданию технических стандартов, по снициализации обезличивания, по конфиденциальным методам обработки данных и, в общем-то, призываем всех сотрудничать в этой части. Безусловно, основным, наверное, запросом наших учредителей остается изменение подхода к регулированию, и здесь мы запустили экспертный совет, который будет заниматься как проработкой инициатив бизнеса, так и отработкой запросов государства на то, чтобы наиболее эффективно регулировать сферу оборота данных. Один из важных частей, в котором мы успели подсотрудничать организационным центром это изменение подходов к измерению экономики как цифровой, так и экономики данных. Более того, мы уверены, что это движение необходимо синхронизировать на международном уровне, и еще на секции, о которой я подробнее расскажу. И, безусловно, развитие рынка экономики данных невозможно без доверия пользователей, без защиты персональных и других типов данных. И здесь мы, надеемся, сотрудничаем с такими ассоциациями больших данных с национальными цифровой криптографией и другими организациями, которые ведут эту работу в России и в других странах. Спасибо. Спасибо большое, Карен. Я думаю, что продолжим секцию уже более детально. Но это действительно важно. Кому интересно, что же это за новый у нас проект, буквально вчера вечером все телеграм-каналы в области и в том числе СМИ, которые специализируются на освещении IT, в частности наш информационный партнер Digital Russia опубликовали и все разложили по полочкам, какие там основные направления в этой программе. Начинает подготовки кадров как серово-базовая история, ну и заканчивая цифровизацией госуправления. То есть вообще спектр программы очень и очень большой и нас, доменной индустрии, он тоже касается. Будем говорить уже на секции более подробно каким образом. А сейчас я прошу передать микрофон, он уже не в руках, Евгению Кускевичу. Мы как-то иногда забываем, когда мы говорим о Рунет, у нас день рождения Рунета отмечается, и он привязан к дате появления национального домена Ру, 7 апреля 1994 года, но на самом деле был домен СЮ, когда-то общий для всех нас, и как сегодня живет домен СЮ, регистратура домена СЮ, российские неразвития общественных сетей, об этом расскажет Евгений Кускевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Да, действительно, домен СЮ это наше общее историческое наследие, это старейший домен на постсоветском пространстве, и, наверное, на правах старшего брата я в первую очередь поздравлю с 30-летием доменные зоны, которые в этом году отмечают этот юбилей. Во-вторых, хочу поблагодарить организаторов за гостипринство и очень кратко, практически бегом, рассказать, что у нас происходит в доменной зоне. Мы медленно, но тем не менее, растем, подбираемся к 110 тысячам регистраций, 94% доменов у нас дегрировано, и в начале этого года мы провели достаточно занимательное исследование. Мы сделали краулер-бот, который прошелся по всем делегированным доменам зоны и провел их текстовый анализ, пытавшись определить, в каких целях используются эти домены. Вот на этой диаграмме представлены результаты. 7% доменов это сайты заглушки, то есть это under construction, это страница по умолчанию CMS, 18% это парковка, 17% это работающие сайты, которые не получилось поместить в какую-то большую категорию, 58% это сайты, которые удалось категоризовать. То есть 75% дегрированных доменов это вполне рабочие сайты, которые используются. Немножко подробнее об этих 58%, здесь можно выделить три примерно равные большие категории, это образование, это e-commerce, интернет-магазины, и представительские сайты, бизнес, личные и остальные категории тоже можно видеть на этой диаграмме. Павел Николаевич во своем вступительном слове сказал очень правильную вещь о поддержке национальной идентичности и пользуясь случаями, я хочу напомнить, что домен SU это мультиязычный домен, это домен с поддержкой не только латинцы-кирильцы, а с поддержкой расширенной кирильцы, расширенной латиницы, с поддержкой еще нескольких алфавитов, таких как арабский, иврит, и я вот буквально на меня зарегистрировал такой домен на белорусском языке, почему завтра, ну, во-первых, это мое любимое слово в общении с начальством, во-вторых, мне очень нравится вот эта белорусская укратка, я даже слышал, что вроде памятник есть в Белоруссии, да, и вот домен работает, можете проверить, если хотите, могу кому-нибудь подарить, и всех призываю регистрировать домены на национальных языках, спасибо. Спасибо большое, можно так не торопиться, мы укладываем всю графику, у нас все забывали, что надо быть очень радки, конечно, я вот что хотел отметить, что это было в том числе но, во-первых, 34 года это будет очень скоро, 19 сентября, и рождение, по-моему, в один день с днем рождения домена КИЗ, то есть 34, 30 лет, а еще, ну, поскольку домен 34, один из самых старших, и вообще из национальных доменов, то, что достаточно уже, с хорошим возрастом, сам расцвете сил, по-моему, по каким-то исследованиям, продолжительность жизни домена, самые такие возрастные домены в зоне СЮ у нас в России, как раз, которые существуют еще с тех времен, когда это было академически, когда это было было такое, то есть интересно прямо посмотреть, еще надо по-любому, если света не самые разные бывают тарены, тоже надо обратить на это внимание. Так, а вот дальше я передаю микрофон Андрею Кузьмичу, который представляет, вот посмотрите, Рунити, да, во-первых, правильно ли я ставлю ударение? Андрей, вы всегда ставите правильное ударение, я могу ответить по-другому. Давай я так скажу, что такое Рунити? Это группа компаний, потому что вы привыкли, что по предварительному сговору организованное. Сейчас мы про все поговорим. Друзья, СЮ 34 года, Бай, Рунити, 30 лет, Киза, 30 тоже. У всех юбилеев я в доменной индустрии российской, 10 лет в этом году, я чувствую по-прежнему себя молодым сопляком, который Жан Сев еще покажет. А если говорить про группу Рунити, ей в этом году, в октябре, будет 3 года. Одиндельно просто расскажу про это, потому что, наверное, в прошлом году на Деконе что-то пошло не так. Нормально мы не смогли про это поговорить. На российском рынке два крупнейших регистратора. The Russian market two largest registrars merged. And today we service about 75% of the market. We are the national champion and a strategic partner of TCINet and of the government as represented by the CSTL-DLU. And we are very proud of the responsibility that flies now as shown us. We are all serious people, aren't we? But it's morning. Давно у нас ничего не было. 34 года назад СЮ запустился. Вот несколько месяцев назад запустилась домена третьего уровня, домена третьего уровня SPBRF в продолжение SPBRU, который 10-15, я честно даже не скажу. В SPBRU около 20 тысяч доменных имен. Я хочу сказать, что больше 20 в SPBRU вообще все вот эти домены географические номены запустили доменную зону SPBRF керемически. Первый раз презентовали ее на Петербургском государственном экономическом форуме вместе с Росконгрессом. Большая история. Мы видим как-то сдержанный интерес у администрации Санкт-Петербурга к этой зоне. При этом уже более 20 доменных имен зарегистрировано. В пресс-ринец это не попало, но одним из первых был зарегистрирован домен с золи SPBRF. Ну вот в общем и как женщина с низкой специальной ответственностью SPBRF с пониженной. Если адаптировать президента, с пониженной. Это уже нижняя, потому что ты прям совсем. Ты все опять куда-то тащишь вверх. Нет, с низкой, Андрей. Очень с низкой. Крутая история. Мы за ней наблюдаем. И я полагаю, что как это, как это называется, плохое дело-то делал. Но мне кажется, что в условиях, давай, опять хорошо скажи, не изоляции, а в условиях суверенитета, национального суверенитета, спрос к локальным региональным доменным зонам в рамках больших регионов будет расти. И в этом смысле я просто вижу сам по себе огромное количество локальных российских брендов, которые с гордостью начинают говорить о том, что мы сделаны в России, мы сделаны в России, мы сделаны в России. У Костербае я вижу, да, что каждую великолепную пятерку замыкает сначала я, потом Сергей. Ну что, если я понимаю, я сказал, что, в общем, крупный бизнес – это недальновидные коммерсанты. На российском трансформе весной этого года на IT-завтраке в рамках МЭФа того же самого мы обращали внимание к крупнейшему российскому бизнес-экономик форуму безобразности своих аккаунтов в рецепт. Двухфакторную авторизацию или благофакторную авторизацию. Настроили только весной. Это что-то было 11%, сегодня вот стало 13%. Давай повторим, это крупные российские бренды. Это юрлицы, это не просто клиенты. Даже крупнейшие бренды относятся вот до 12% защищать. И инвестируют на сотни миллионов российских рублей или миллиардов. Они не будут concerned enough с защищенной бюро-надёжной So, on the one hand, they're investing billions of moveables into the hardware and they are not changing logins and passwords for decades. And I don't know what other words I can use to address them or how else I can convince them that it's very important to think about data security not only at the level of hardware but also at the level of the two-factor multi-factor authentication. This is still a great concern of ours. This is news number three Russian SSL certificates. In April 2024, together with the TCI Alexei Rockner, we offered the customers the opportunity to buy certificates and turned out that no one was interested. Why? Because those certificates didn't work anywhere. They run root certificates on all browsers on all devices. People come and pay them money and they get discounts sometimes. And then they say, well, and? Why is it not working? We are broadcasting to the Ministry of Ministry of Development. And don't interrupt me. And the Ministry of Development of the Russia realized that it's time to interfere. And currently we are at the stage of adopting new regulation on Russian certificates and cryptography. The National Certifying Center is playing an active role in the whole process. TCI are doing a sterling job. I think that in a couple of hours we will be able to offer this TLS to 6 million Russian domains. But we are not allowed to do this in absence of regulation. Hopefully the regulation will be adopted in autumn. And we will be sparing no effort to make sure that TLS certificates are available in our country. Now, Unified System of Identification and Authentication in Russian or USIA in English is the digital ID of every Russian citizen basically. What is it? Was it 6 years, 6 and a half years ago that together with the CTL that we wanted to verify the registrants with verified ID? And the government heard this feedback and they started regulating not the domain market but the hosting market. Well again, it's been almost 7 years and now in just 6 months new register was introduced. Everyone's now on the register. Let's see how this register works. Regulations also come into the domain market. There is a pilot project. in spring or in summer in any case now an account can be opened that rules and why the government portal and the registrants can register using the government. You can upload a scanned copy of the documents or you can use the government portal. About 33% of all registrations on average are now happening via the e-government portal on weekends this ratio reaches 58%. 95% of those potential registrants who offer the option to register via e-government they opt in favor of the e-government registration process. People no longer want to upload scans. Fraudsters probably you know criminals will never register via e-government portal which is yet another barrier. The multifactor authorization seems to begin to matter for the government and if we use e-government it means by default that the users are using multifactor authentication which reduces the costs for everyone including registrants. It's kind of a bonus. Yes, and also it comes with another bonus. Thank you very much for your attention. Я, кстати, не знаю, в Республике Беларуси есть конференция для хостерсов. В Беларуси, если даже есть, то все равно давайте тоже экономим, что называется, и мы приглашаем на осеннюю конференцию хост-обзор, потому что мы тоже ее соорганизаторами выступаем. И еще, Андрей, можно вопрос, раз уж мы сегодня, вот Патрик начал, вот эту первую часть нашего пленарного заседания с обновлением UGTLD, да, тайминга, да, когда там какие заявки будут приниматься. Вот многие же говорят о том, что, во-первых, ожидается большое количество заявок на национальных языках, чтобы они находились, а вторая история — географические домены, поскольку вы еще и домены Москва и Москва, Фаэтит входит в компанию, а развиваются столичные домены. Ну, в этом смысле, Питер, Москва, это, конечно, первые, столичные домены, как и национальные домены, РУ и РФ, стабильны. Ну, мы на пятом месте среди всех геодоменов, там Берлин, Нью-Йорк, как там Токио. Да, на самом деле, Нью-Йорк, Токкио, Москва, I think, is in the top five, isn't it? Well, the regions — I wonder why the regions aren't using the online branding opportunity for your local businesses. I mean, you have the national — I mean, people believe in .RF, and we see that, indeed, .RF is adding new users. If you want to identify yourself, please, the other stop with Moscow, with St. Petersburg, with Pinsk, yes, because the second round is coming, exactly. Well, it's not just any product. It's a product from St. Petersburg. I think that's an exciting opportunity. I wonder where people aren't using it. Well, and since you mentioned NewGTLD, the new round is coming. There is a huge question coming from the community. So basically, in the next couple of years, we'll have to undergo a new test. Is the internet really global? Or should Sparebank create some domain area in the local internet, and not a spy for anything bigger? I hope very much that we'll be able to discuss the theory, at least for the ICAN meeting. And we'll be able to talk about that at ICAN. It will be a test. It will be a test for the global internet. It will be a test for the global internet. It will be a test for the global internet. We have another presentation in this section. Please welcome Dayan Dukic, from the Serbian National Internet Domain Registry Foundation. Okay. And we see the slides. Brilliant. Wonderful. Dayan, the floor is yours. Dayan, the floor is yours. Dayan. 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 которые мы проводили в этом году. Ну и коротко осветить планы до конца года. Одну секундочку. Язык. Итак, в этом году у нас прошел Международный день универсального принятия. Мы организовали это событие вместе с региональной координационной группой по универсальному принятию. Большинство коллег из этой группы лично прибыли на конференцию и выступали на ней. Следующий слайд, пожалуйста. К другим новостям. Мы продолжаем взаимодействовать с нашими регистраторами. Мы запускаем новые программы маркетинговой направленности. Есть новые возможности, которые мы предлагаем регистраторам, чтобы поддержать их работу. В этом году проводятся специальные маркетинговые компании, к которым мы приглашаем либо их подключиться к нашим маркетинговым компаниям, либо мы готовы подключиться к их маркетинговым компаниям. И у нас есть соответствующие бюджеты, вплоть до 100% на подобные мероприятия. И еще в плане взаимодействия с регистраторами мы запустили новый портал, на котором собираются статистика и какие-то другие сведения, которые могут регистраторам лучше ориентироваться на рынке. В начале этого года мы усилили роль ЦЕРТ, больше внимания уделяли реагированию на инциденты информационной безопасности, и боролись с зловредственной деятельностью, мошенничеством, мы сотрудничали с прокуратурой, с полицией. Есть какие-то инциденты, которые мы в состоянии решить самостоятельно, есть другие, которые требуют привлечения компетентных органов. И мы также развивали свой собственный потенциал и расширяли команду IT. У нас есть возможность теперь нанять больше людей. Мы растем. И привлекаем к работе самых лучших профессионалов с рынка. Вы понимаете, что специалисты в сериале IT, они ориентированы на определенный уровень зарплат. Следующий слайд, пожалуйста. И вот мы стараемся их потребности удовлетворить. У нас прошел день универсального принятия. Я это уже упоминал. В Белграде мы провели этот день вместе с региональной группой универсального принятия. 28 марта этого года около 120 человек присутствовали очно. И еще много десятков людей сидели за конференцией в сети. Из участников, наверное, надо отметить, местные заинтересованные лица, то есть из Сербии, и приехали также представители глобального сообщества и представители региона. Кроме этого дня у нас прошла конференция, национальная конференция по кибербезопасности. Мы ее организовали в сотрудничестве с национальным СЭРТом и с министерством. В этом году мы запланировали еще одну такую конференцию по кибербезопасности, и она пройдет в октябре. На следующей неделе мы собираем IGF, локальный IGF. Ну, в основном, это будет мероприятие локального характера. Оно будет проходить на сербском языке. И мы рассылали приглашение в основном людям, которые владеют сербским языком. Мероприятие локальное, но, конечно, мы его координируем с глобальным форумом по управлению интернетом и с разными заинтересованными лицами, стейкхолдерами. В этом году мы провели 12-ю традиционную конференцию, которая называется «День сербских интернет-доменов», ДИЦ сокращенно по-сербски. 200 человек присутствовало на этом мероприятии очно. Была трансляция, конечно, и к ней тоже подключались слушатели. Конечно, возможность проводить онлайн-прансляции – это очень удобно для тех, кто-нибудь, кто не может приехать на конференцию. И мы продолжаем наращивать свой потенциал в области международных интернационализированных доменных имен. В частности, в январе было представлено новое начертание сербского кириллического шрифта. Проводят хакатоны. Мы запустили новый портал с инструментами для трансляцией, с такими рекомендациями и подсказками, как правильно работать с идеянами и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. А, ну, собственно, это выключительный слайд и короткий обзор новостей сербской интернет-регистратуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дэн. Надо сказать, что сербская регистратура в нашей региональной группе занимает одно из ведущих мест, очень мощная техническая экспертиза. И вот ваши все инициативы, как по решению самой проблемы универсального принятия, так и по популяризации, скажем так, интернационализированных доменов, все с удовольствием подхватывают и реализуют и себя. В странах и наших регистратурах я уверен, что сотрудничество продолжится и в будущем. Вообще, кстати, очень на высоком уровне прошел глобальный день универсального принятия в Белграде. Мне кажется, что повторить этот уровень, это будет не так, то уж и просто. В той регистратуре, которая возьмет на себя эту миссию в следующем году. В феврале, как обычно, в марте, да, по-моему, в марте это пройдет мероприятие. Давайте мы поблагодарим в очень небольшие подарочки участникам первой части нашей панели и проведем небольшую ротацию на сцене. Вам спасибо, вам аплодисменты зала. Я приглашаю к нам Павла Гусева, Ирину Танелию, Анну Караханян и Асхата Гимранова. Мы продолжим новости партнеров. Я даже как раз смогу к вам сюда поближе сесть. Так, ну давайте начнем с Павла Гусева. Там ваш микрофон есть у тебя? Пожалуйста. Давно мы не видели, что называется, глаза в глаза друг на друга, не смотрели на международных площадках, поэтому очень рады видеть на белорусской земле, на Тилдиконе в Минске новости регистратуры и вообще домена Казахстана. Кстати говоря, мы же все еще всегда с тревогой следим за ситуацией с кириллическим доменом КАЗ, в связи с переходом на латиницу. Я так понимаю, что это единственный, скажем так, пример, ну скорее деградации, нежели разумеции. Об этом тоже несколько слов. Спасибо, Андрей. Меня зовут Павел Гусев. Я представляю некоммерческую организацию Казахский центр сетевой информации, известную так же как КАЗНИК. Я являюсь директором. Очень рад, что наконец-то удалось выбраться на эту конференцию ТЛДКОМ. Большое спасибо организаторам и принимающим стороне за приглашение и за возможность выступить, поделиться нашими новостями вкратце. Можно презентацию? Презентацию вот загрузили. Это пока хорошо. Сейчас, подожди. Можно вывести на большой экран. Да, как уже говорили, в этом году нам исполняется 30 лет. Но основные реки в 94-м году, после того, как наметилась тенденция перехода всех в собственные доменные имена из домена СЮ, мы также зарегистрировали изучение права управления доменом КАЗ. После короткого периода становления мы выделили всю деятельность, связанную с введением реестров и регистрациями в отдельную некоммерческую организацию под названием КАЗНИК. В 2004 году была создана конкурентная среда на рынке, компенсивная регистрация, реализация моделей, регистраторы и регистраторы. Организация, которая непосредственно занималась послуживанием клиентам, предоставляя более широкий спектр услуг, конкурируя между собой, и, соответственно, повышая качество выигрыша, конечно же, конечные клиенты. В 2004 году, в 2005 году здесь пропущено, да, государство познало КАЗНИК в качестве регистраторы. И после серии консультаций была создана, так сказать, в течение власти появился у нас регулятор, появился администратор доменной зоны, ну, а мы, собственно, сосредоточились на технических функциях, избавивающихся от ненужных, несвойственных нам функций администрирования и регулирования доменной зоны. В 2012 году мы запустили клинический домен КАЗ, в 2023 году запустили ДНСЕК со скрипом, ну, запустили, на сегодня работает, все хорошо, вопросов нет. Следующий слайд. Динамика КАЗНИК, в общем-то, мы ничем особенным не отличаемся. На сегодня в реестре насчитывается порядка 190 тысяч доменных имен, из них КИЗ-189500, и точка КАЗ-керриджеском домене всего лишь 534 домена. Такая динамика в кириллическом домене связана с тем, что в свое время был объявлен переход в Республике Казахстан, смену алфавита с кириллицей на латиницу. Переход затянулся, можно сказать, сам процесс перехода практически приостановился, но тем не менее его никто не отменил. Само по себе постановка вопроса, естественно, сказалась на пожеланиях пользователей. Они предпочитают не искать, и почти нет регистрации с ранений с точка КАЗ с Лос-керриджеском домене. Весь процесс жизнедеятельности доменов у нас происходит со свечи с правилами, подтвержденными регулятором, но и как любые правила, у нас любят тоже нарушать. Нарушения, в общем-то, составляют порядка 0,1%. Из них, наверное, самое уникальное нарушение, которым отличается казахстан от всех остальных регистратур, это размещение серверов, именно интернет-ресурсов за пределами Казахстана. То есть, согласно правил, у нас требуется если у вас домен на имя КАЗ, то интернет-ресурс должен размещаться на территории Республики Казахстан. У полномочий орган регулятор наш занимается выявлением таких нарушений. Ну и один из таких показательных действий был осенью прошлого года в замене в Яндекс Казахстан. Регулятор исчерпав все попытки установления контактов с компанией Яндекс по переносу серверов, в соответствии с требованиями заказательства о хранении персональных данных на территории страны когда Яндекс не шел на контакты, было принято крайняя мера это приостановка домена имени Яндекс.к.ез. Соответственно, контакты быстро установились, была достигнута договоренность между регулятором и компанией Яндекса о переносе серверов. Да нет, на имя спустя несколько дней было восстановлено, потому что Яндекс занимает довольно существенную роль, играет у нас на рынке, обеспечивая доставку, ну и прочие-прочие сервисы, поисковые сервисы, это является таким важным информационным ресурсом в нашей стране. Технические решения, которые у нас в последнее время это лето выдалось у нас аномально жарким в Казахстане. И аномальная жара привела к нескольким серьезным отказам в работе дата-центров страны. В том числе, это коснулось и нашей площадке, находящейся в Астане. Мы находимся в городе Семипалатинск. Основной офис, основной дата-центр был в Астане, у нас есть площадка, размещена в гостехслужбе. И там также была авария, связанная с высокой жировой, отказ системы кондиционирования и реестра, которые у нас находятся на площадке в Астане. Сервера просто по высокой температуре остановились. Данные, конечно же, не пострадали. The data was not affected. It wasn't damaged. Тем не менее, мы чтобы избежать повторения подобной ситуации, в order to avoid such incidents in the future, мы decided to upgrade the registry infrastructure and to make it more geographically spread out. закончить к концу года обновление системы, так что с низкой локации Семипалатинска, стана Алмата, чтобы у нас, вне зависимости от того, какая из локации откажет, реестр продолжил функционирование. Все это реализуется на опенсорс-решении компании Proxmas. Также достигнуто у нас соглашение с Государственной технической службой и Государственной технической службой реализует проект на государственной точке обмена трафика в каждом областном центре 18 городов Казахстана на сегодня 8 уже из 18 резервов и достигнуто соглашение о размещении ДНС-серверов на Казахстане в этих локациях. Все это находится в процессе. Мы реализовываем механизм ограничения публикации персональных данных в реестре, так что каждый регистратор сейчас может с целью ДНС-серверов и ДНС-серверов на Казахстане в каждом интернет-экшенчемпоинт по желанию клиента поставить галочку, так сказать, или ответить к публикации персональных данных систем в Казахстане. И это у нас все данные публиковались. В плане информационной безопасности подписано соглашение с агентством по регулированию финансового индустрия, с целью выявления 90-х заменных имен на финансовом рынке. В общем-то, я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за ваши внимания. Should you have any questions? Спасибо, Павел. I'll be happy to hear you. Так, а сейчас передаем тогда микрофон Ирине Данелии и кликер. Можно передать такой более развернутый апдейт координационный апдейт Я рассказал, я рассказал только про ситуацию с доменами. Ира про новости регистратуры. Спасибо, Андрей. Ирина Данелии. Ирина Данелия Данелии. Разработка была проведена в конце 2023 года в эксплуатацию в 2024 году. И это ответ на жалобы от государства, от пользователей на то, что регистрируются сайты, схожие, очень похожие, схожие до степени смешения с номинованием государственного органа, организации или государственного сервиса. Эти доменные имена адресуют сайты, внешне очень похожие на сайты государственной организации, но используемые для целей хищения денежных средств, личных данных и прочих злодонамеренных действий. Государство предлагало каким-то образом ввести запрет или ограничение на регистрацию таких доменных имен, что в общем технически не представляется возможным, поэтому в качестве ответа на эту проблему мы предложили сервис для отслеживания регистрации таких доменных имен. Соответственно, он включает в себя блок проверки всех регистрированных вновь доменных имен на совпадение с заранее заданным сейвольным обозначением, блок формирования отчетов, ну и, собственно, информирование пользователя на правление этих отчетов ему. При этом мы никоим образом не берем на себя роль судьи о том, является ли найденное доменное имя плохим или хорошим, и нужно ли предпринимать в него какие-то, в отношении новелла прошедшего года касается нашего проекта «Доменный патруль» под проектом, который на офисе уже и здесь, и на наших мероприятиях ранее, и это отраслевое партнерство между экспертными организациями и регистраторами, которые позволяют прекращать делегирование доменных имен, используемых для целей фишинга и других бездонамеренных целей. Так вот, начиная с конца 2022 года, мы наблюдаем заметный рост выявленных таких доменных имен. В 2023 году их было более чем в три с половиной раза больше, чем в 2022. В этом году у нас есть все основания полагать, что мы превзойдем показатель прошлого года, и такой рост количества выявленных доменных имен создает значительно большую, чем ранее, нагрузку на всех участников проекта, включая службы регистраторов, которые занимаются обработкой таких обращений, включая, собственно, и тикетную систему, на базе которой происходит взаимодействие. Поэтому мы, во-первых, провели доработки самой информационной системы, наверное, на существенной цели увеличить ее быстродействие и устойчивость. С другой стороны, мы всерьез начали обсуждать дополнительные меры по минимизации риска возможных ошибок, потому что везде, где есть человек, есть человеческий фактор. Нельзя говорить о том, что вероятность ошибки нулевая, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что, в общем, один случай ошибочных действий потенциально может создать очень существенные репутационные риски для всей системы, для всего проекта. Ну и третье, о чем мне хотелось бы поговорить, это уже упоминавшийся здесь наш образовательный проект, изучи интернет, управляя им, тоже неоднократно презентовался на разных мероприятиях. Целью является повышение цифровой грамотности школьников, студентов, молодежи в игровой форме. Существует больше десяти лет этот проект регулярно дополняется новыми модулями и блоками. И вот блок такой, который мы анонсировали как раз год назад на конференции Телдикон в Петрозаводске, это школа наставников, проект, реализуемый совместно с Академией национального образования и развития, что позволяет участникам проекта в том числе получать удостоверение о повышении квалификации и цель его продвижения самого проекта «Изучий интернет» как инструмента интерактивного и очень удобного, очень классного инструмента для уроков об интернете, для лекций о цифровой технологии и так далее. Вызвал огромный интерес проект. У нас прошло уже три курса, у нас было более 900 заявок, у нас 150 выпусков, в том числе, кстати говоря, из Беларуси. Все, на этом спасибо, я передаю микрофон дальше. Дальше это Анна Караханян, регистратура домена АМ Армении. А вот никак я не берусь выговаривать ваш IDN-домен. Ай, да, вот правильно. Ну, давайте вашу новость. Потому что не говоря о том, что Аня, как всегда, привезла большую бутылочку коньяка и сказала, что нам надо найти время, чтобы обязательно всем его выпить. Это у нас традиция Тилдикона. Это у нас есть красивая бутылка арменинская коньяк, и мы должны найти время для общения этого бутылка с каждым участниками. Я хочу поблагодарить организаторам и принимающий Бог за представленную махчимость рассказать о том, что ЛАО и мне, чтобы поговорить о том, что я, и что я. Аня, она сейчас говорила. Браво. Аня, она говорила Беларусь, Беларусьан Лангвич. Долго учила. Да. Did it take you a long time to learn this? У меня консультант, у меня подруга из Беларуси есть. Actually, yeah, one of my dear friends is from Belarus, and she helped me with the accent. Okay. Good afternoon. I'll try to be brief like everybody else. Next page, please. It's the central button. You just hit the central button. There. On the clicker. It's the one in the center. На пульт. Yeah, that's right. It works. Well, we all know that this year the Armenian registry is celebrating 30 years. I'm very proud because I was present at the cradle of this domain zone. It's not working. Oh, it's working. Okay, good. No, you need to go back now. Okay. Let me walk you through some of the events that we had this year. Today, in July, we had a regi-thon. It is an annual meeting of registrars, and we have lots of them for our small country. We have 76 registrars. Well, some of them are actually subsidiaries of bigger registrars, but... And they're all very different in size and the number of registrations. Did I miss a slide? I think... Oh, I skipped a slide. Oh, can I ask you to control the slides? Can we go back, please? Exactly. Exactly. I remember there was something else. So, here it goes. We reviewed the rules of registration for the registrars. We will help registrars comply with the rules. Some of them are very small. I mean, the registrars. Some of them still have offices where they meet with the potential registrars. We want everyone to have online capabilities. We want all registrars to offer personal accounts online to the users. We implemented the pilot project on the use of email address of the email address in the Armenian language. And I hope that this pilot project will evolve into something bigger. I promise you to make a presentation of the final project at the next conference. We'll see what becomes of it. Maybe we'll do it on a commercial basis. Maybe we'll engage with the university. Maybe we'll be, well, maybe the university will be our first email address. The registrars started to send out information about cyber threats and incidents that we receive from AM3rd on a regular basis. And we only started doing it this year. Another good news is that the number of domes registered from different regions of Armenia is also on the rise. So we now see a lot of restrictions not only from the capital city, but also from remote regions of Armenia, which makes us very happy, of course. And the technical updates, but the infrastructure will take me a long time for the details on our hardware, but just take my word for it, that we keep updating our hardware to show that our system is effective and efficient. And then we also had national and universal acceptance, they were smaller than in 2023, because in 2023 we held a regional UA conference, but still the awareness, well, how she like to put it? Well, we keep our audience aware, but now we want to not focus on raising awareness, rather we want to focus on how the social media is effective. And we want to adhere to the principles of the principles of the universal acceptance. Grow the NICT is the conference that we held for the same time in Armenia, we invite women who talk about how they chose to become IT specialists. And we know that many people, many women who end up in a couple of different backgrounds, originally they get educated in a certain sphere in a certain discipline, but they end up in an IT. We would like to see more school children at this conference, actually. Until the end of the year we'll be hosting two more big events. There will be the Armenians in the Internet Governments. There will be the Armenians in the Internet Governments. We will be organizing it not in Erevan, but in the Armavir region. We would like to go out into the regions, and in November we will be hosting the Armenian NICT. Everyone is invited, of course, because we will use this opportunity to organize a celebration of the 30th anniversary of the end. These are some photographs from the past activities. And in place of the registrar, also participating in the national conferences, we traveled to Eurodig in Vilnius. The ICANN meeting was in June this year. In June also, there was the ICANN meeting in Kigali, 28th of March. We celebrated the UAE Day in Belgrade, and we attended APTLT in Chapter 8. I know what you were posting, right? So, if you are interested in that, you can watch it. Вот о чем я тоже хотела бы поговорить, что мы занимаемся поддержкой проектов. Например, мы очень помогаем армянскому отделению ИСОК, потому что у них нет источника доходов. В частности, фонд Армикс, это центр Армена, и ИСОК, и арменян бронх, exists only with the help of a grant. Мы помогали в создании центра доступности интернетов. Мы helped to set up the Армикс Foundation, which is the Center for Livestreaming Exchange. We also helped the Internet Accessibility Center at the Cultural Center of the Armenian Society of the Blind and Visually Impaired Persons. There is a radio station that's called WE, which also focuses on the visually impaired persons. There is a program called Digital Library Management, to which we also completed. And we organized a hackathon for the Erevan Botanical Gardens. People of all age groups participate in some of the ideas that are working together at the hackathon, I'm sure will be brought to life. And we will also provide technical support to various professional groups. — Теперь немножко статистики. — Какое количество у нас зарегистрированных доменов, как в зоне HIGH, так и в IDN. Ой, в IDN, зоне HIGH и зоне AM вы можете посетить www.am.net. И там прямо в эту секунду можете узнать, сколько у нас зарегистрировано доменов. Годовой темп прироста регистрации AM, я очень удивлена, что это оказывается довольно высокий процент, да, 5D3. We have grown at an average rate of 5.3% year-on-year, which tends to rise to positive progress in the domain industry. And like I said, we are now seeing more domains registered from various regions of Armenia. They make up 21% of the total number of domains registered from within Armenia. — Well, I have already mentioned that there are 76 registrants, and on the same website you can find a list of all these registrants. And the last thing, there's information that we update automatically online. It's the data on the countries from which domains are registered. There was a time when fewer domains were registered from within Armenia than from outside of Armenia. And we were very much surprised when we saw that. But now more domains are registered from Armenia. And it probably should be here on the graph to see that we are steadily increasing. We are climbing up. — Thank you very much. — Thank you very much. — Yes, thank you very much. — The number of domains is increasing. — Thank you very much. — Thank you very much, Anja. Thank you for listening to me. — Thank you for listening to me. — Well, thank you, Anna. — And I think that you've started to enroll in the regions. Это все тоже сказывает, вы курочка по зернам, как говорится. Вообще у вас по-прежнему школа летняя, она оффлайн проходит, да, то есть вы собираетесь. Вот у нас онлайн, и мы решили, что пока нам это больше нравится, потому что географическая диверсификация присутствует, а вы собираете. Молодцы. Ну и завершает нашу панель первую новость одной строкой, регистратура домена Узбекистана, Асхат Амранов, руководитель регистратуры. Я хочу сказать, что мы уже в рамках пандемии проводили IT-ID.com онлайн, правда, и вы были партнером, но я надеюсь, что мы не в следующем году. В следующем году у нас уже место определения определено, да, проведение определено. Вот в 26-м году, я надеюсь, что мы сможем доехать до Ташкента и провести IT-ID.com, как и хотели, в солнечном Узбекистане. Но сейчас новости вашей регистратуры. 30 лет у вас в следующем году. Да, 30 лет у нас в следующем году. Все здравствуйте. Андрей, хочу сказать, милости просим. Мы всегда очень рады видеть в гостях IT-ID.com. Но прежде чем начать, хочу познакомить вас. Меня зовут, во-первых, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Асхат Гимранов. Я являюсь руководителем администрации Доминос, домен верхнего уровня Республики Узбекистан. А сегодня я расскажу о тенденции развития нашего домена, расскажу о серверсе, который мы используем в работе, используем наши регистраторы, а также конечные пользователи. Немного кратко об Узбекистане. Мы страна находится в Центральной Азии. У нас население 37 миллионов человек. По количеству доменных имен сейчас 130 тысяч. Ежегодный прирост 12 тысяч доменов до 14 тысяч, получается. Мы используем технологию ДНСК. У нас есть Кейру сервер, который мы запустили совместно с Райп НЦС и 26 регистраторов домен в домене точках. На экране видно статистика роста доменных имен по годам. Как я говорил, сейчас 130 тысяч доменных имен. В 2019 году мы запустили сервис в следующем периоде, благодаря которому предыдущий владелец может возобновить свой домен на имени в течение 30 дней. И таким образом, благодаря данному сервису, мы уменьшили спорные разбирательства в домене Уз, практически прекратили судебные споры. Данная услуга платная. Ежемесячно по статистике пользователи выводят свои домены около 200-300 доменов имен, количество насчитывается сейчас уже 11 тысяч доменных имен. В 2021 году мы запустили ДНСК, подписали эту зону, добавили свой DS-рекорд и свою запись в iCAN. И уже в этом же году, в ноябре, мы разработали специальную систему. ДНСК мы предоставляем конечных пользователям, то есть при приобретении доменов имени пользователь параллельно может и приобрести ДНСК. На сегодняшний день сейчас подписано 115 тысяч доменных имен. И вся схема взаимодействия работает, то есть здесь участвует и регистратор, и, конечно, пользуется сама регистратура. У нас есть мобильное приложение, авторизация проходит через Face ID. Благодаря биометрии человек может поднести к лицу и авторизоваться в этом мобильном приложении. Мы его разработали для управления доменными именами. Там есть, получается, можно следить за сроком доменов именем. Также подключили туда интеграцию с нашими NFT-сертификатами, которые хранятся в блокчейне. Самое интересное, что когда мы не знаем, когда оканчивается срок доменного имени, данное приложение, оно подсказывает тебе, у нас такое высказывание, береги домены всегда под рукой. То есть сейчас в телефоне можно это все узнать. Мы также запустили RDAB-сервис. Это получение данной по JSON-формату. Теперь не нужно логиться через веб-форму в Whois. Можно просто это все автоматизировать и получать дату по адапту. У нас есть такой StopPage, специальная заглушка. Если, допустим, домен имя входит в Redemption период, можно будет определить, что домен находится в Redemption периоде, и для пользователя это тоже удобно. Следующий наш такой инновационный проект – это NFT-сертификат для доменных имен на технологии блокчейн. Благодаря данному проекту пользователь может подтвердить свое доменное имя, право на этот доменное имя. Мы сегодня будем более подробно рассказывать о концепции данного проекта в сессии номер 4 суммы технологий. В том году мы запустили совместно с RIP-NCC корневой сервер в Республике, Кей-Рут сервер, благодаря которому ответ от ДНС уменьшился в разы, вы видите на экране, с 70 миллисекунд до 3,5 миллисекунд. То есть, таким образом, разгрузка на инфраструктуру намного уменьшилась. Мы с этого года начали использовать активный искусственный интеллект. Искусственный интеллект для управления доменных именом учили нейронку свою. И сейчас она помогает пользователям при выборе доменного имени. Если, допустим, доменное имя занято, или, допустим, оно используется кем-то другим, то он подбирает другое доменное имя, и таким образом оно определяет, помогает при выборе доменного имени. Мы сейчас разрабатываем такой трекинг, чтобы на следующий год можно было предоставить статистику по искусственному интеллекту, сколько же было зарегистрировано доменных имен благодаря нему. В сентябре в месяце мы запускаем аукцион по освободившимся доменным именам. А он будет на технологии блокчейн сделать, получается, все данные и вся статистика, вся информация по аукциону будет храниться на нашей разработанной платформе. Таким образом, это будет повышать доверие со стороны пользователей данному аукциону, потому что все действия будут открыты и прозрачны. А потом также мы в работе используем искусственный интеллект для подбора, для подбора, получается, премиум доменных имен. Искусственный интеллект подсвечивает премиум доменные имена, а мы уже потом определяем, нужно ли использовать, выставлять домены в аукцион. Там будут, получается, двубуквенные домены, трехбуквенные и премиум доменные имена. Уже готов колл-центр. Вот здесь, получается, ребята непосредственно будут взаимодействовать как с регистраторами, потому что мы стараемся всегда вовлечь и регистраторов в эту процедуру. Монетизация для регистраторов также есть. И поэтому, как сказать, у нас есть колл-центр, который будет помогать в регистрации аукционных доменных именов и сопровождать оконечных пользователей. Мы постоянно работаем с нашими регистраторами. В этом году нам исполнилось 29 лет, а на следующий год нам 30 лет. И, пользуясь случаем, хочу всех пригласить в Узбекистан, в Ташкент, на наши мероприятия. 30 лет домены в зону Республики Узбекистан. Как-то так. Мы постоянно сотрудничаем с международными организациями. Это ICANN, RIPENC, CPTLD, с ИАНН тоже. Стараемся участвовать на мероприятиях, на всех конференциях международных для деления опыта и получения опыта со стороны других международных организаций. Таким образом, наращивание своего технического потенциала для внедрения в свою доменную зону. Спасибо большое за внимание. Рад буду ответить. Спасибо. Спасибо огромное. Но я так понимаю, что аукцион вы делаете централизованный, да, на базе регистратуры. Да, да, совершенно верно. Аукцион, да. Это и очень удобно конечным пользователям. Конечно, эта схема нам тоже давно нравилась. Мы ее в своем время даже для домена РУ рассматривали. Но пока, пока. Это только как единство существует, более того. Давайте поблагодарим наших спикеров аплодисментами, вручим небольшие сувениры. На этом наша первая секция завершена. Я приглашаю всех в зону кофе-брейков. Обед у нас будет после второй секции. Это будет правовая секция. Кстати говоря, на ней мы будем обсуждать не только доменные споры, но и вопросы как раз наследования доменных имен. Представители белорусской регистратуры поделятся своим опытом. И кто не получил еще приглашение на вечерний прием в Бровар, просьба на стойке регистрации получить это приглашение с информацией, что где-то легендарный ресторан, поэтому не пропустите возможность его посетить. У нас будут трансферы организованы. Один трансфер проедет через отель Виктория, а другие четыре автобусы, микроавтобусы поедут отсюда уже в 19.30 непосредственно на площадку. Так что в 12.30 мы встречаемся в этом зале на вторую секцию правовую. Спасибо. 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 Спасибо.